друзья приветствую вас в своем новом видео это видео хочу сегодня сделать про огород и показать как я его подготовила к зиме показать как он выглядит сейчас ноябре еще хочу рассказать как я подготовила свой огород в контейнерах ну и небольшая прогулка по огороду ноябрь месяц огород уже полностью подготовлен к зиме урожай убран хочу показать немножко свой обновленный огород так как мы здесь немножко поработали ремонтировали свои грядки огород мы формировали примерно 5 лет назад делали на нем приподнятые грядки грядки делали уже из был материала доски были не новые какое-то время они нам послужили очень хорошо ну конечно же от влаги от дождей они пришли немного негодность и мы их немного обновили подремонтировали и покрасили вот так сейчас они выглядят здесь у меня на огороде 11 приподнятых грядок вот так грядки сейчас выглядят зелененькими как будто не ноябрь месяц они засажены сидера там горчица как только горчица немножко подрастет я ее просто порублю лопаты и оставлю сверху а весной просто аккуратно заделываю почву здесь вот горчица была посажена раньше и ее порубила лопатой и вот так вот она здесь будет перегнивать также сюда я добавила бархатцы которые убирала все перегниет и обогатить почву баки для воды тоже уже помыты перевернуты и уже будут ждать следующего сезона огород у меня обрамлен вот таким вот декоративным забором есть на огороде вот такой круглый стол который очень удобно что-то положить когда снимаешь урожай что-то поставить есть еще лавочка небольшая ну вот все эти объекты мы будем красить уже весной алкидной пропиткой по дереву ну не каждый год мы их красим по мере того как они становятся не декоративными обновляем вот такой небольшой забор он чисто декоративный вот так прекрасно еще украшают очетки и зону сада и зону огорода но еще цветы конечно радует львиный зев это рекордсмен по цветению по декоративности и немножко еще здесь статится то что я не собрала пасынки пытаются еще зацвести ну а львиный зев он конечно красавец поделюсь немножко с вами вот такой вот летней красотой львиный зев бывает разный высокорослый низкорослый цветов сортов разных конечно можно приобрести сейчас очень много вот так смотрится очиток видны нижние листочки уже начали желтеть но все равно еще декоративен также на огороде еще у меня немножко есть качанова салата салат очень холодостойкая культура у нас осень выдалась такая теплая до сих пор еще плодоносит хризантема осенняя желтая зоне огорода вот такие букеты цветут очень красивые яркие пятна до сих пор еще собираю на чай милису лимонную вот такая еще зеленая зелень ароматная чаю у меня есть чеснок посажен показывала вам предыдущих видео посадку чеснока там на заднем плане еще не обрезана ремонтантная малина так как еще единичные ягодки можно собрать еще есть петрушка зеленая зеленая сочная грядки где чеснок я прикрыла сетками это чтоб мои коты не испортили мои посевы некоторые грядки я вставила маячки и подписала что я посажу на следующий год так чтобы весной уже знать что я здесь запланировала вот я написала маячки посажу кабачки круглые несколько кустов плюс патиссонов парочку кустов вот на этой грядке ну конечно же планы могут поменяться ну вот так уже с осени немножко распланировала где какие культуры планирую посадить посадила с грядок я в этом году много тюльпанов луковичных чтобы было красиво весной также будет здесь украшать потом хризантема осенние на следующий год мой огород должен быть еще декоративнее каждый год потихоньку к этому стремлюсь вот такая вот красивая хризантема мультифлора это красная здесь я посадила кустик еще будет вот такая бордовая разные разные цветочки и многолетние его здесь будут расти луковичные потом какие-нибудь еще одна летки посажу чтоб огород был тоже декоративный люблю выращивать зоне огорода и цветы когда работаешь все равно всегда на яркие пятна на красивые цветы или какие-то красивые растения обращаешь внимание даже сейчас вот придешь увидишь вот такое яркое солнечное пятно и как это красиво смотрится вот такой шикарный букет пилюсь этой красотой с вами очень люблю на своем огороде выращивать в контейнерах разнообразные культуры конечно же это не для большого урожая больше как для интереса для украшения огорода здесь вот у меня стоят контейнеры с разными культурами это овсяница я поделила два кустика подрастает здесь в двух кашпо следующем году надеюсь будет украшать мою придомовую зону гипсофила низкорослая розовая вот это у меня была я просто ее выкопала и пересадила высокая кашпо это гипсофила цветет розовыми цветами кустик примерно сантиметра будет 30 а вот эту гипсофилу я в июле высадила семенами маленький горшок гипсофила взошла и вот я ее уже пересадила большой горшок вот так вот быстро она разрослась у меня стоят новые контейнеры уже приготовлены на следующий сезон если кто-то захочет поворачивать в контейнерах какие-либо культуры можно купить вот такие ведра я купила строительные ведро 12 литров такое примерно среднее можно больше купить ведра можно меньше ну совсем маленький тоже не стоит объем земли должен быть у растения чем больше тем лучше вот я купила 5 ведер внизу мы сделали дренажные отверстия ручки я у ведер не убирала так как будет удобно брать за них и переносить если мне нужно будет передвинуть контейнер почему я выбрала строительные ведра так как они долговечны не имеют срока годности на солнце пластмасса не треснет не лопнет можно оставлять в зиму тоже морозы и не повредят никак эти ведра а если купить конечно более декоративные пластмассовые обыкновенные ведра то они конечно прослужит один сезон от солнца или от мороза они конечно потрескаются и не такие они будут долговечные в использовании чем я заполнила эти ведра на дно ведер я положила немножко опавшей листвы одну треть немного перегноя и часть земли с огорода вот так вот я заполнила эти ведра и на следующий год планирую в них выращивать разнообразные культуры в таких ведрах можно выращивать любые культуры например чтобы не занимать место в пронике или где-то на грядке можно выращивать горький перец несколько растений вот в таком ведре можно декоративный перец для красоты выращивать можно любые цветы как-то я даже выращивала круглый кабачок растения в таких кашпо растут неплохо главное конечно будет требоваться более частый полив ну и более частая подкорбка я например вот выращивал в этом году и цветы и мангольд салаты обыкновенные очень тоже хорошо растут также в этих контейнерах очень хорошо растет базилик помидоры черри низкорослые ну в общем полет фантазии безграничен в такие контейнеры можно экспериментировать и сажать все что угодно ну а в моей маленькой теплице еще в ноябре можно собрать урожай что очень приятно вот такой зеленый сочный салат у меня растет бархатцы самосев собираются в теплице зацветать это бархатцы тонколистные вот уже остатки перца которые я выращивала в контейнерах просто в мешках и вот в старых кашпо это сладкий перец несколько растений у меня росло в этом мешке до сих пор еще собираю перчик это перец лисичка мелкоплодный перчик сейчас сорву один плод покажу вам вот такой вот перчик сладкий до сих пор собираю на салат буйство салата который я посадила когда убрала томаты отсюда и вот так вот он хорошо разросся смесь салатов разных и сейчас ноябре приятно собрать витаминную зелень на салат также немножко здесь еще растет свежего укропчика правда мало посадила нужно было немножко побольше здесь в прикопе у меня уже находятся будра и вербейник монетчатый будут зимовать вот так я их прикопала горшочки как я вам говорила ранее что салаты неплохо растут разнообразных емкостях бедрах вот у меня небольшой кашпо на улице стоял вот этот салат посаженный ну сейчас я его занесла в теплицу вы видите прекрасно растет и летом хорошо растет и весной его сейчас осенью другая часть огорода тоже уже готова к следующему сезону осталось мне посадить вот в этот поликарбонатный парник теплицу я всегда сажаю укроп под зиму просто с краю теплицы сделаю бороздку посажу укроп и засыплю поливать конечно не нужно а весной будет ранний укроп и я еще по зиму всегда сажаю лук сивок здесь вот у меня уже приготовлено место с краю вот по краю здесь где вот так земля уже вскопано удобрена здесь будет расти лук сивок сажаю под зиму немножко глубже чем весной где-то глубина заделки луковицы 45 сантиметров в этой грядке у меня находится капуста кейл сиреневая вот так вот красиво сейчас смотрится на солнце вин и зев здесь также я высадила вот в такую грядку клумбу многолетние цветы разнообразные высадила здесь вот по краю очень много готовника хочу чтобы на следующую осень и все лето вот это место было очень декоративным здесь еще есть у меня вот такие вот свободные места и сделала лунки чуть попозже буду рассаживать хоризонтему мультифлору желтую когда отсветет поделю кустики и еще вот сюда рассажу это тоже чтобы осенью здесь было очень красиво астра осенняя цветет вот такой кустик со стороны огорода более пышное цветение а вот с придомовой зоны кустик не так декоративен но здесь два в одном у меня растет в в этом в этой астре растет еще внутри флокс сиреневый как-то так получилось у меня что они так выросли вместе ну вот и растут тут немножко флокса в середине и вот такая красивая астра а здесь также я рассадила еще немножко хризантемы мультифлоры вот такая вот белая но это уже на следующий год будут декоративные кустики это будет бордовая желтая чередуется также бордовая и вот такая будет белая вот такие вот у меня работы были в октябре практически завершены и уже сад-огород уходит зиму в полном порядке в такие чудеса природы обыкновенный алисум когда-то сам насеялся между краем грядки и укрывным и вот и щелки оттуда вырос вот такой сам куст самосевом вот так вот просто лежит на черном агроволокне но уже отцветает просто конечно было белое облако с медовым ароматом друзья ну вот я сделала обзор ноябрьского своего огорода как я его подготовила к зиме показала его немножко обновленным как моего подремонтировали и сделали более декоративным надеюсь на следующий сезон он будет еще лучше и красивее будет радовать вас и меня своими летними красками на этом буду заканчивать свое видео спасибо вам за просмотр и до встречи на моем канале